На центральной площади Махачкалы прошла сельскохозяйственная ярмарка. Районы установили шатры, в которых можно было отведать традиционные блюда и приобрести продукты и товары этого района. Все яркие подробности Ульяны Порчуевой. Здравствуйте, кто готовил аварский хинкал? Я готовила и мои девочки красавицы здесь. Работники культуры готовили. Давайте кушать, пожалуйста. В гостей ярмарки на центральной площади встречает вот такой очаровательный овощевик. Районы подошли к организации подворий с творчеством и креативом, угощали традиционными блюдами, исполняли песни своего народа и представили товары, которыми славится их уголок. Главная площадь столицы и нашей республики собрала практически все муниципалитеты в такой пасмур один день. Организовываем для горожан вот такой праздник, показываем, что в Дагестане есть экологически чистая, такая нашинская, так скажем, продукция, на которую можно рассчитывать, которая конкурентоспособна. Я уверен, не только туристам понравится, но и нашим жителям республики. Мы награды, которые получали на выставках. Каждый год весной, мае в Ставрополь, Оргоград и осенью были в Москве три раза. Привезли продукцию сельхозпредприятий нашего района. У нас в районе несколько крупных агропромышленных предприятий. У нас производство грецкого ореха на площади 150 га. Это самый большой сад, производящий грецкий орех в Российской Федерации. Помимо этого, мы здесь организовали художественную программу, мастера самодеятельности. И у нас представлена испикская керамика, уникальное производство народно-художественных промыслов района. Несмотря на холодную дождливую погоду, посетителей на ярмарке собралось много. Махачкалинцам такие площадки пришлись по душе. Чай бесплатный, всё отличие, мы только вот зашли. В целом атмосфера очень такая вот, байбовая. Очень хорошо. Пока не полностью прошлись по всем, мы только что прошли. В целом очень интересно и дружно выглядит. Купила хурму, колбасу, яблоки. Премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов и представители правительства республики также посетили ярмарку. Мы достойно завершили 2022 год нашей аграрии. У нас везде идёт положительная динамика, она должна быть продолжена и в дальнейшем тоже. Я вам искренне желаю в дальнейшем тоже больших надолев молока, больших урожаев риса, больших урожаев винограда и всего самого наилучшего. Руководство республики организует такие ярмарки на регулярной основе. Главная цель – помочь товаропроизводителям реализовать, а покупателям приобрести продукцию без посредников и наценок. Леона Порчуева, Ислам Даудов, Юсуп Газиамаров. Время новостей.